Позывной снайпер Что дальше? Большая опасность. В стране вместе с пульсом за окном активизировались клещи. Нужно быть бдительными, посещая лес, лесопарковые зоны. Как не подцепить инфекцию? Тульский антиквариат. В художественном музее открылась уникальная выставка самоваров. Хотелось показать как можно больше самих форм, то есть разнообразия. Чем удивили посетителей? А также новое правило. Дополнительные рейсы и жертвы спешки. В Могилевском районе произошла страшная авария. Сколько погибших? Хочешь мира? Готовься к войне. На выходных военный комиссариат провел учения. По плану стрельба из штатного оружия. Дислокация полигон войсковой части 55-27. В строй встали 20 запасников из Бобруйска. Бойцы справились на отметку отлично. Упражнения выполнили из разных положений. Цель данного занятости заключается в том, чтобы личный состав вспомнил навыки, которые он приобрел в ходе прохождения службы, срочной службы. Напомнить и обучить их правильности выполнения огневых задач из штатного стрелкового оружия. Учения в Могилевской области продлятся до 11 июня. Они включены в план подготовки вооруженных сил Беларуси, чтобы оценить способность местных исполкомов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнить задания по мобилизации населения в случае необходимости. Цена необдуманного маневра. Под Могилевым в ДТП погибло 4 человека, в том числе ребенок. Накануне около двух часов дня на автодороге Могилев-Чериков-Костюкович и Ситроэн столкнулся со встречной фурой. Предварительной причиной аварии специалисты называют обгон. 36-летний водитель легковушки и три пассажира, включая двухлетнюю девочку, погибли на месте. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Приемная кампания, безопасный отдых и июньская гроза. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на вторник. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Нацбанк утвердил новые правила, которые упрощают порядок валютно-обменных операций для юридических и физических лиц. Они вступят в действие 9 июля. Коммерческие компании смогут менять деньги на торгах белорусской валютно-фондовой биржи без участия банка. А граждане сдавать доллары и евро по курсу, установленному на табло в обменном пункте, даже если в момент операции цифры изменятся. Белавиа возобновляет авиасообщение в Шереметьево. С 10 июня самолеты будут летать в Московский международный аэропорт пять раз в неделю. С 12 числа увеличится и число рейсов в Стамбул до 14. А в Батуми с 15 июня самолет из Минска будет отправляться два раза в день. Ознакомиться с расписанием и тарифами можно на официальном сайте авиакомпании. Приемная кампания стартует в Беларуси 15 июня. Профессионально-технические учреждения образования готовы набрать в этом году до 30 тысяч первокурсников, а среднеспециальные – почти 40 тысяч. Зачисление будет осуществляться на основе среднего балла аттестата. На отдельные специальности потребуется сдать внутренний экзамен. В детских лагерях Беларуси действуют коронавирусные ограничения. Поехать отдыхать смогут только те, у кого будет отрицательный тест на COVID-19. Кроме этого, за каждым отрядом закрепят отдельное помещение, а в группы решено набирать не более 15 человек. Как ожидается, за весь сезон в детских лагерях отдохнут более 340 тысяч детей со всей страны. В Беларуси на вторник из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью синоптики обещают коротковременные дожди, днем – град и сильные ливни. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. После обеда воздух прогреется до 21-27 градусов тепла. Неприглядная угроза. Дождь и тепло – идеальная погода для активизации клещей. Поэтому любителям отдыха на природе стоит быть осторожнее. За пять месяцев этого года только в Бобруйске зарегистрировано 90 обращений. За аналогичный период 2020 – 100. Больше половины приходится на детей. Для Могилевской области актуальна болезнь лайма. В 2021-м известно о трех случаях. Инфекционисты отмечают, в стране также стал чаще встречаться более тяжелый тип клещевого энцефалита. За счет холодного апреля активность клещей отмечается с мая месяца. Поэтому нужно быть бдительными, посещая лес, лесопарковые зоны. После прогулки специалисты советуют обязательно осмотреть тело, особенно волосы. Клещи в основном концентрируются вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. При этом одежда должна быть максимально закрытая. И самое главное – пользоваться репеллентами и защитными средствами. От древности до современности в художественном музее открылась выставка самоваров из частной коллекции. Нестандартные формы, разный объем и зарубежные авторы. В экспозиции представлено свыше 50 уникальных предметов. А символ русского духа – Ольга Васенда. Андрей Сайков – мастер на все руки. На работе он строитель, а дом и ремесленник, и главное – коллекционер. Собирается соды для кипячения воды и приготовления чая «Россиянец» 2017-го. Все началось с покупки медного самовара для нового дома. Сейчас у мужчины свыше 200 предметов. Часть из них – хендмейд. На любимое хобби уходит не меньше трех часов в день. Всю коллекцию было очень сложно перевести вообще. И когда подбирался ассортимент этой коллекции, хотелось показать как можно больше самих форм, то есть разнообразия. Не количество мастеров, они представлены здесь очень много на фотографиях, то есть разные мастера, а именно количество форм. То есть какие бывают самовары – маленькие, большие, квадратные, треугольные. В коллекции, презентованной в Бобруйской художественной галерее, около 50 изделий. Название самого маленького самовара говорит само за себя. Эгоист рассчитан только на одну чашку чая. А вот большой русский витязь может за раз наполнить 156 кружек. Кроме того, здесь представлены сосуды в форме рюмки, черепахи и желудя. Работы как русских, так и английских авторов. Этому самовару больше 100 лет. Здесь три крана. Раньше его использовали в трактире с большой проходимостью людей. Он изготовлен из меди и латуни. Объем – 36 литров. Десять выставочных приборов Андрей Сайков сделал собственноручно. На одно изделие уходит от двух до шести месяцев. Свою дебютную работу мастер назвал первый жировой самовар. Второго такого нигде не найти. Потрясающая выставка. Я для себя открыл много новых образов, видов самоваров. Поэтому просто никогда не думал, что можно просто в самоварах, когда в обычных вещах, в нашем понимании это чайник, но так вот столько всего многообразия отразить, как и эпоху, как и все остальное. Поэтому очень изумлен. Самовары эксклюзивные. Мне очень нравятся, в принципе. И то, что они конец 19 века, это достаточно редкие такие. То есть нужно найти, постараться еще. Взглянуть на необычную коллекцию символа гостеприимства, русского духа и традиционного чаепития можно на Максима Горького, 28. Планируется, что экспозиция продолжит свою работу до конца лета. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»